так давайте отвечать на вопрос тогда что хочу в японии человек пишет жену можно и здесь угадывать зачем японию сколько хочешь угадай кто ватник дал нас очень остроумные люди у мальцева в твиттере 30 тысяч а там молчок про праймерис да вот это вы сказали то о чем мы сегодня говорим у нас там все заморожено 30 тысяч висит воскресенье мы будем размораживать от сережей встретимся специально воскресенье и будем запускать потому что ну да и кстати там можно использовать я честно говоря я прямо скажу почему я это сделал тогда закрыл потому что я боялся что некоторую часть людей можно будет идентифицировать но через twitter там и не хотел подставлять людей сейчас уже время ужата осталось до 5 11 17 очень мало времени поэтому бояться не имеет смысла уже все уже как бы маски сняты все вот она висит мы с открытыми лицами как карты открыты все мы знаем чем мы хотим и они знают чем мы хотим поэтому прятаться уже смысл нет и я думаю что со своими репрессиями они уже опоздали поэтому мы открываем twitter и там есть личка очень тоже интересная вещь то есть через нее но она не отслеживается личка в твиттере поэтому очень будем тоже использовать для в конспиративных целях будут ли изменения законе журналистской деятельности и этики вообще закон о журналистской деятельности этики не будет свободу слова не предполагает закон о журналистской деятельности будет то это какие-то права журналистов там чтобы их не били там и так далее а а чё они там по я пишу ну давайте говорить откровенно есть кто-то из журналистов написал чего-то там неэтичное там какое-то страшное то мы приходим вот к тому обсуждению которое уже было фильме народ против лари флинта милош форман очень я люблю этот фильм там все про это сказано если мы пытаемся кому-то заткнуть рот даже тому кто нам очень не нравится даже того кто козел и так далее то в результате получится что мы сами себе заткнем рот что последствия от этого будут гораздо хуже чем от того что мы дадим ему высказаться вот любая революция любой бунт это реакция на то что не дали высказаться всегда поэтому тут результат будет совсем обратный поэтому я думаю что свободу слова должна быть так сказать истинный они вот какой-то вот у нас свобода слова но вот это говорить нельзя вот то вот 5 10 20 38 ну когда 38 пунктов нельзя говорить почему нельзя 380 380 можно да так слова ты читал карапоткин да конечно читал карапоткин у меня в общем то один из любимых писателей карапоткин мальцев ты ничего не изменишь придя к власти 95 процентов русских только пьют и воруют не способны работать без пастуха русским не нужна революция русским нужен сталин и кнут какие молодцы путин значит сталин да возможно путин это кнут забавно я далек от мысли что это правда да нет я согласен там с некоторыми с автором в том смысле что да много русских людей которые подходят под эту категорию но конечно не 90 там сколько он назвал процентов да я согласен с чернышевским который в сердцах пишет да что русские рабы рабы все до одного я согласен с лениным который берет эту фразу чернышевского и вставляет в свою работу о национальной гордости великороссов но у чернышевского когда он это говорит я чувствую боль то есть он говорит это он так думает да он так думать потому что он говорит то что думает но он так говорит для того чтобы заставить русских людей ужаснуться заставить посмотреть на себя и захотеть быть другими и вот мы заставляем тоже людей быть другими взяв власть мы заставим быть другим заставим быть другим потому что нынешний режим как и все предыдущие пытается их заставить быть такими если кто-то вот в эту категорию рабов не мы никак не было не влазить пытается из нее вырваться они бьют ему по башке вот мы не хотим этого делать можно узнать ваше мнение по 21 мая в казахстане там митинг пройдет слову что такое государство для чего для государства машин для подавления одного класса другим в общем-то владимир ильич все прекрасно про это рассказал да это это машина при помощи который имущий класс подавляет не имущий класс и эту мы постараемся несколько изменить несколько но полностью изменить мы это не можем так так будет всегда пока будет государство всегда будет там поэтому я и ненавижу государство государство это зло нужно понимать что даже тот человек который несет в себе государственные функции он должен понимать что государство прежде всего это зло и нельзя его воспринимать как необходимое зло вот это необходимое зло там туда-сюда и это все фигня полный то есть нужно нужно понимать что народ на самом деле настоящий в нынешних уже условиях может иметь но если не всю полноту власти то большую часть власть и таким образом растворить вот эти государственные институты в себе таким образом чтобы они не могли взаимодействовать и объединяться для подавления народа это главная идея которую мы несем идея народовластия да чё там вячеслав можно узнать ваше мнение 21 мая в казахстане ну что какое мнение 21 мая я так понимаю в казахстане собираются проводить не санкционированные там какие митинги но для меня любой митинг санкционированы то есть если люди проводят митинг значит они сами его санкционировали ну и все пусть проводит мы посмотрим какой будет результат я боюсь что назарбаев начнет делать глупости а хотелось бы ему посоветовать не делай глупости не надо потому что кончится это очень плачевно то есть дай людям высказаться пусть они соберутся и так далее если они собираются и поводом является земельная реформа ну значит не нужно такой реформу проводить значит народ к этой реформе не готов либо эта реформа плохая значит нужно повременить и так далее мальцев признавайтесь вы каждый день смотрите телевизор нет телевизор я не каждый день смотрю но иногда смотрю да но если я это делаю на меня ночью фоном когда я работаю ночью работает фоном телевизор там или discovery или national geographic или чё-нибудь но иногда когда я просыпаюсь или там это уже ближе к вечеру я иногда тыкаю целенаправленно там включаю это лайф-ньюста или там россии 24 россии 24 ежа или первый канал так пультом иногда щелку когда кушаю нельзя этого делать вот филипп филиппович запрещал да в собачьем сердце не читайте натощак там советских газет других то нет никаких не читать но я вот грешен я прежде чем сесть поесть я включаю телевизор начинаю там что-то щелкать смотреть так как там идут сериалы и новости сериалы я не смотрю а вот новости надо получается мне посмотреть кстати это очень полезно в каком-то смысле может быть парадоксально звучит но тем не менее если вот советую тем кто давно там в течение долгого времени не смотрел телевизор я советую включить вам новость новости и вы сами себя да вы поймете откуда у людей что-то появляется в голове вот я иногда замечаю что у людей появляются какие-то новые штампы какие-то новые мысли до в голове которых одним человеком поговорила он там обама обезьяны с другим человеком но обама обезьяны а я как-то не пойму а Attorneyopeschk почему обама обезьяна включайте а все понятно обама обезьян все ясно то есть открыл очень-то получайте ответы на вопросы в общем почему так вот происходит почему такое мнение складывается приветствую почему вячеслав замалчивает пара володина почею óпова уровня на замалчиваю я про володина не имею сейчас никаких абсолютно сведений потому что он сам про себя все замалчивает вот такой тихушник пытается спрятаться я понимаю то есть он разрисовал себе большое будущее понимать что это большое будущее может наступить только в условиях если про него не будут говорить ничего не хорошего не плохого потому что ну старого зим там везде светится у нее нет никакого будущего абсолютно а Вячеслав я думаю себе там отмерил как-то горбатый в этом помнишь это ты себе наверное сто лет отмерил мест речи изменить нельзя поэтому я не знаю что вам говорить никакой дополнительной информации я не имею все что я должен был сказать я сказал сейчас Вячеслав конечно начнет себя проявлять тогда и будем говорить электронную почту проверьте пожалуйста ну вот и и только что проверяли перед эфиром и каждый день проверяем не давно тогда залазим володин серый кардинал это абсолютно верно да то есть фактически россии вот внутреннюю политику россии полностью определяет володин если кто-то думает что там какие-то спецслужбы там вместе с путиным какие-то депутаты все это фигня везде стоят его ребята везде губернаторы которые его в попу целуют вице губернаторы и он занимается каждым каждым мэром каждым губернатором каждым вице губернатором кого-то он пока еще не смог сковырнуть того как вот в этом в кемерово этого господи кемеровский губернатор но пока не смог я думаю что там под ним под этим кемеровским губернатором уже все володинские стоят так что все нормально тулеев да тулеев оман тулеев конечно легализуете ли публичные дома какой смысл то зачем мы говорили об этом 500 лет до нашей эресалон как-то пытался я вообще старался вот в эту тему мне не лезть она как-то всегда сама по себе развивалась в связи с обычаями народов эта тема проституции ну как пусть она так и развивается дальше есть какие-то у нас на руси обычай ну в соответствии с ними надо действовать а как-то особенно там давайте вот там откроем публичные далки публичные вот вячеслав как будут действовать кадыровцы 5 11 17 это у них как спросить я думаю что большая часть будет сами там между собой разбираться я думаю что у них гораздо больше проблем уже до 5 11 18 возникнет они уже у них возникли ну то что не не до революции будет им это точно так чего у нас еще где у путина кнопка где у путина кнопка такой философский вопрос представляете даже я бы сказал риторически на него путинская кнопка это как ахиллесова пита да 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 но здесь она же имеет и двойной смысл этой кнопка которую он нажмет чтобы поднять ракеты и кнопка как у электроника чтобы его путина выключить и кнопка как то что его так сказать может куда-то увести не туда в общем да игорь это риторические вопросы но конечно у него есть больные места очень во первых он сильно самолюбивый очень сильно самолюбивый во вторых он оторвался от действительности а у таких людей кнопка это приведение их в состоянии реальности то есть так вот холодной воды в лицо и вот он здесь окажется не там не в раю который он себе нарисовал не не где-то во внешней политике где он красиво тусуется а здесь вот в этом говне так что подумать надо насчет его кнопки вопросы говно пишет задавайте как помню что-то анекдот когда мужик от милиционера убегает бежит 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 за угол забегать смотрит куча дерьма лежит он штаны снимает и сел над этой кучей сидит мент выбегает тут мужик пробегал уголь да а куда побежал будет туда менток как-то загрязь смотрят к нему туда под попу говно не ага чё ты делаешь у них как вы то говно собачья а жизнь какая вот так и здесь какие вопросы какая жизнь такие вопросы ребят так что у нас для вас других вопросов нет слава покажите где солнце смешно так все да давайте тогда чем мы хотели сказать по поводу регистрации значит повторяемся что просим вас регистрироваться на канале волна перемен просим вас обязательно значит быть нашими сказать помощниками для чего для того чтобы туда привлечь большое количество людей которые могли бы зарегистрироваться 28 и 29 числа проголосовать за меня то есть проголосовать за 5 11 17 года ну поскольку это либеральная все-таки структура хотелось бы чтобы идея революции в россии среди либералов победила очень хочется может быть мы эту идею навязываем ну давайте будем навязывать вместе я прошу вас нам это всем нужно я прошу значит использовать нашу страничку вконтакте за мальцева она называется как она да за числа за вячеслава мальцева и есть у нас уже в описаниях под этим роликом ссылка на эту страничку поэтому уже разместили за разместили плакат агитационные за вячеслава мальцева их можно распространять в интернете их можно распространять где угодно можете даже их распечатать если у вас есть такая возможность можете показывать их друзьям но лучше всего конечно в интернете почему потому что этот принцип сарафанова радио да то есть у нас там грубо говоря 2000 человек увидели этот плакат и показали уже там пяти тысяч человек и так далее поэтому агитируем вас подписываться на нашу страницу вконтакте и делать с нее рассылку агитируем быть нашими волонтерами потому что это очень важно то есть без вашей помощи мы никак не сможем выиграть а нам обязательно нужно побеждать потому что победит идея 5 11 17 как раз до 5 ноября семнадцатого года осталось пятьсот тридцать два дня и один час в общем совсем немножко поэтому давайте вместе поднатужимся реквизиты у нас менялись новые в описании будьте внимательны спасибо спасибо свидания до свидания до свидания и